Всех приветствую! В сегодняшнем видео будет обзор беспроводных наушников Redmi AirDots от Xiaomi. Пользуюсь я ими около полугода и за это время можно было рассмотреть и плюсы и минусы, поэтому пришло самое время поделиться общими впечатлениями. Кейс, в котором находятся непосредственно наушники, очень маленький и компактный. Он без проблем поместится у вас в кармане, не создавая никакого дискомфорта. Его вес 35 грамм, вес каждого из наушников 4,1 грамма. Но нужно сказать, что сам кейс выполнен из достаточно дешевого пластика, который может быстро царапаться, поэтому рекомендую вам приобрести какую-то к нему сумочку, чтобы это было намного удобнее или возможно у вас уже есть такая сумочка от других наушников. В общую комплектацию входит непосредственно сам кейс с наушниками, USB зарядка к нему, также три пары силиконовых амбушюр разного размера. Кстати, про амбушюры, они выполнены не из самого мягкого материала, я бы сказала средней жесткости, но при этом они достаточно комфортно сидят в ушах, не вызывают никаких болевых ощущений, дискомфорта, также достаточно плотно фиксируются, не выпадают, не скользят и при этом неплохая звукоизоляция. Открывая крышку кейса можно заметить, что у нее достаточно хороший и плотный магнит, случайных открытий не происходит. На нижней части у него расположены технические характеристики на китайском, а сзади порт microUSB для зарядки. Сами наушники выполнены из черного матового пластика, также не особо качественного. Фиксируются они внутри самого кейса магнитами и достаточно плотно, если вы откроете его, перевернете, потрясете, то наушники оттуда не выпадают. На корпусе каждого наушника находится не сенсорная, а механическая кнопка, поэтому каких-то случайных нажатий не происходит. На ней есть светодиодный индикатор, если он светится красным, то это означает, что наушники заряжаются, если же белым, то это означает соединение с источником звука. Кнопки на обоих наушниках отвечают за одни и те же функции. Однократное нажатие это play или пауза или ответ на звонок, двойное нажатие это запуск голосового ассистента, секундное удержание, сброс звонка, трехсекундное удержание, принудительное включение или выключение наушника. Один из очень существенных минусов здесь это отсутствие возможности переключения треков, то есть если вы хотите включить другую музыкальную композицию, то вам необходимо каждый раз доставать смартфон. Подключить эти беспроводные наушники к мобильному телефону достаточно просто. На вашем смартфоне должен быть активирован bluetooth, далее достаем наушники из кейса, нажимаем механическую кнопку, они включаются, таким образом начинают сопрягаться с телефоном, вы находите это беспроводное устройство, синхронизируетесь и наушники уже подключены к вашему телефону. Эту процедуру вы проделываете только лишь один раз и далее в последующем использовании наушников вы их достаете, включаете кнопку и уже они автоматически находят ваше устройство. Вынимая наушники из уха автоматической постановки на паузу здесь не предусмотрено, но если вы оба наушника положите в кейс, начнется автоматически зарядка и воспроизведение приостановится. Подключение наушников к двум устройствам одновременно у вас не получится, так как такая функция не поддерживается. Если в течение пяти минут ничего не воспроизводится, то наушники должны выключиться автоматически. Емкость аккумулятора здесь 40 мАч в каждом наушнике и 300 мАч в кейсе. В среднем наушники заряжаются в кейсе до полтора часов, время зарядки же самого кейса до двух часов, автономная работа где-то до 3-4 часов без кейса и до 12 часов соответственно с кейсом. Здесь хочу также отметить один из недостатков, это что на самом кейсе нету индикатора зарядки, то есть вы не можете определить, сколько еще зарядки осталось в самом кейсе. Вам необходимо полагаться или на свою интуицию, или уже на опыт использования этого гаджета, то есть никакими другими способами это определить невозможно. И конечно же самое интересное для всех пользователей этих беспроводных наушников, это какое же качество звука они воспроизводят. От подобных бюджетных наушников не ожидалось, что они будут воспроизводить какой-то супер классный и чистый звук, но хочу вам сказать, что действительно звук очень даже неплохой. Если вы будете слушать музыку при громкости где-то 60-70%, то качество будет достаточно хорошее. Если же вы хотите прослушивать музыку на максимальной громкости или более чем на 75% звука, то необходимо учитывать, что при такой ситуации качество звучания будет сильно ухудшаться. Хочу отметить еще один негативный момент в эксплуатации этих наушников, это использование их в качестве гарнитуры. В моем случае разговаривать с собеседником было практически невозможно из-за того, что он меня почти не слышал. Звук, который передавался, был очень некачественный, все смешивалось в какую-то кашу, какие-то постоянные шуршания шумы, нечеткий звук и не то, что приходилось по несколько раз повторять, а просто какой-то абсолютно размытый звук. Поэтому я эти наушники не использовала как гарнитуру, а только для прослушивания музыки. Учитывая все плюсы и минусы этих беспроводных наушников, хочу сказать, что мое личное мнение от них осталось достаточно позитивным. Конечно же не стоит ожидать от них какого-то супер высокого качества, но и по цене они также достаточно бюджетные, поэтому я бы не рекомендовала их использовать как гарнитуру, так как слышимость, передача звука и сам разговор собеседникам на очень низком уровне. Но для прослушивания музыки это вполне хороший бюджетный вариант. Конечно, хотелось бы, чтобы была реализована возможность переключения треков, но, к сожалению, в этих наушниках она отсутствует. Если у вас уже есть опыт использования подобных беспроводных наушников, то делитесь вашими впечатлениями в комментариях. На этом я буду заканчивать мой обзор. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!